Есть такой миф, что бизнес-образование, может быть, и не нужно. Что бизнесу нельзя научиться, что это должно быть в крови. Но это совершенно неверно. Можно найти это подтверждение, как в других отраслях человеческой жизни. Хотим мы, допустим, учиться у тех, кто не знает предмета, лечиться у врачей, которые, так сказать, не имеют соответствующей подготовки, пользоваться вообще бизнесом, которым руководят люди, которые ничего не понимают, не учились, не знают АЗОВ. Это вообще не очень приятное занятие. Мы вообще с этим сталкиваемся, можно сказать, повседневно. И есть вопрос собственного выживания. 80% бизнесов сразу разоряются в первый же год. А те, кто остаются, у них возникает неправильное представление о том, что они остались, потому что они такие молодцы. Они все придумали, классно все получилось. А это неправда. Они просто оказываются в нужное время, в нужном месте. Когда ситуация меняется, их бизнесы часто разрушаются, еще 80% разрушаются, они тогда говорят, почему это случилось со мной, ведь я этого совершенно не заслуживаю. Почему? Да потому что вы не умеете это делать. Взрослые вообще же не учатся так вот на протяжении всей жизни, скажем так. Они учатся так вот дискретно, ощущают необходимость в знаниях, какой-то разрыв между тем, что нужно и тем, что есть. Начинают учиться, готовятся, потом снова углубляются в работу, потом снова. Поэтому в этом смысле, конечно, бизнес-образование – это образование для взрослых людей, которые уже что-то попробовали. Знаете, бизнес-образование, как любая хорошая вещь, оно решает много вопросов или много проблем. Бизнес-образование решает проблему трудоустройства. Но в среднем с хорошим бизнес-образованием устроиться лучше. Поэтому оно может решать такие проблемы. Да, научиться наперед труднее, чем учиться, так сказать, одновременно все это, как бы сверяя, так сказать, теорию с практикой. Но, тем не менее, научиться наперед возможно. Просто, может быть, КПД этого будет чуть меньше.